Число Т разумно взять, состоящее из девяток. 9, 9, 9. Много девяток? Надо посмотреть, что бывает, когда число из девяток, из большого количества девяток, умножают на какое-нибудь число. Умноженное на единицу и кучу нырей, надеюсь, в какой-то степени, минус это число. Молодец. Так, скажите мне, пожалуйста, в какой школе вы учитесь? Зато 72. Отлично. Надо 982 наношить на, например, миллион минус один. Надеюсь, мы у меня это поножили на миллион, но на единицу. Итак, 982 миллиона минус 982. Ну и уж давайте досчитаем. 981 миллион. Молодец, молодец, все правильно. 981 миллион. Кто пойдет пропагандировать свою школу? 902 миллион. Ну вот сразу напишешь. 2043 миллиона. То есть что это? Ноль, да не просто напиши. Что, напиши, 6 нулей. Минус 2043. Гравно. 2042. Дальше. Сколько будет девятых? Правильно. А дальше что будет? Так, ребята. Способны ли вы посчитать сумму цифр? У числа 981 миллион 999 тысяч 18. 54. Отлично. А у того, который написал Коля? 2 миллиарда 42 миллиона 997 тысяч. Точно? Да. Отлично. А кто теперь пойдет и расскажет решение задачи? Везде будет 54. Нет, не везде, конечно. А везде будет 9, кто вложит на количество девятых. То есть надо понять, почему. Ведь действительно у обоих чисел сумма цифр получилась 54. А умножить 999 тысяч 999, скажем, на 8. И как ни странно, сумма цифр тоже будет 54. Такое оно странное. Число из всех девяток обладает забавным свойством, что при умножении на небольшие числа все равно получается сумма цифр. Это 9 умножить на количество девятых. Почему? В смысле, если девяток больше, чем по числу? Да, девяток больше. Если количество девяток больше, чем количество цифр в нашем числе. Точнее, больше или равно. А почему для меньшего количества не получится? А мне это неинтересно. Мне просили доказать, что существует бесконечно много натуральных девят. Ребята, вообще-то, когда вы были маленькими, наверняка вам на примере умножения на 9. 9 на 1, 9 на 2, 9 на 3 и так далее, 9 на 8. У них у всех сумма цифр одна и та же. 9. Никогда не замечательная. Примерно тем, что вот это число... Заметим, что вот это число... Это вот это число? Да, конечно. И это вот это число 0. Правильно. Одна единичка убирается. Да, а здесь же... О, секунду. Там если на 0 кончается, но это вообще неинтересно, потому что это вообще на сумму цифру влиять не будет. Последний 0, правильно? А у числа же нет цифра 0. Почему это? У числа К запросто может быть. Но это не влияет, потому что если К несколько нулей кончается, все равно это не влияет. Давайте на примере трех, то я буду. Да. На примере трех. А, Б, С. Ага. Где мы на 0. Нножить на 10. А, Н, Н, С, 1. Ну, где Н больше или равно. Да. Н больше. Да. То же самое, что А, В, С, Н. С минус 1. С минус 1, это цифра такая. Да. Много девяток. 9. 9 минус 2. Это тоже цифра такая. 9 минус 2. Да. 9 минус С плюс 1. Ну, то есть 10 минус С в конце будет. 10 минус С. Вот. Заметим, что ценности 9 минус плюс 1 дополняют друг друга до девятки. Да. Это тоже дополняют до девятки, это тоже. Все поняли идею? Да. Поэтому это не зависит от того, как мы собрали. Да. Ну, и в общем случае так же. То есть, если у нас есть число с большим количеством, просто потребуется А, Н, чтобы оно было не меньше, чем цифра. Вы правы? Красиво. Сумма ЦА, Т, оказалась такая же, как 9 умножить на количество. Это самое 9. А это что? Спасибо.